Тему ликвидации Ветхого жилого фонда вице-премьер Дмитрий Казак обсуждал в режиме видеосвязи с главами региона. В участии в селекторном совещании принял и губернатор края Александр Ткачев. Как отметили на совещании, наиболее сложная ситуация с переселением сегодня сложилась в республике Тыва и Костромской области, где с начала года ни один житель аварийных бараков не был переселен. В числе отстающих – Ульяновск, Калининград, Кемеровская область, Забайкальский край. Что же касается Кубани, то с 2009 года на покупку новых квартир взамен аварийного и ветхого жилья в регионе потратили больше 4 миллиардов рублей – полтора миллиарда из бюджета края. Новые квартиры получили 8 тысяч человек. Если оценивать Краснодарский край сегодня на фоне Российской Федерации, мы крепкие четвершники. Эта работа находится сегодня на личном контроле губернатора. Считается одной из приоритетных. Поэтому все наши министерства ведомства, муниципальные образования достаточно ответственно подходят к этим мероприятиям, понимая, что за этим действием находятся комфортные условия жизни наших граждан. Дмитрий Казак напомнил, что ликвидация ветхого жилого фонда – одна из приоритетных задач, поставленных президентом. А графики по расселению каждого аварийного дома должны находиться под личным контролем глав субъектов. Добавлю, что всего в стране больше полумиллиона человек нуждаются в переселении.